Юлия Шилова читает своей дочке Полине книжку под названием «Сказочка с привидениями». Девочке пять лет, три из которых она живет без отца. Не потому, что случилась трагедия, а просто папа так решил. Родители Полины развелись, когда ей было всего два. После развода бывший муж, вероятнее всего, решил, что ребенка ему теперь тоже не нужно содержать, его не нужно, и не выплачивал алименты. В связи с этим, с исполнительным листом, я обратилась к судебным приставам и попросила их помощи в решении этого вопроса. Служба искала горе отца год. Он не то что алименты не платил, даже элементарного внимания не оказывал. Когда поймали и вручили административку, мужчина, условно говоря, кивнул и с тех пор на радарах не появлялся вообще. Долг до сих пор так и не погашен, он продолжает копиться, вероятнее всего. Ну, на текущий момент меня это уже, в принципе, мало волнует, потому что для меня сейчас самое основное, что по обращению в суд и при помощи судебных приставов, собрав весь пакет документов, мне удалось и доказать, и лишить родительских прав. Ни на один суд мужчина так и не явился, и решение суда вполне справедливое. Теперь отец, уже только биологический, должен своему ребенку больше 400 тысяч рублей, плюс проценты, от которых даже лишение родительских прав не спасет. Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области предупреждает, что задолженность по алиментам при лишении родительских прав не отменяется, а напротив, продолжит взыскиваться вплоть до достижения ребенком совершеннолетия. Что касается дальнейшей судьбы должника в вышеописанной истории, то ему предстоит погасить имеющуюся задолженность по алиментным платежам, чему может поспособствовать принудительное взыскание принадлежащего ему имущества. Теперь у Юлии есть два варианта. Первый – просто ждать. Судебные приставы продолжают поиск. Второй – куда интересней. Есть у службы такая практика, когда заявитель, то есть Юлия, подает в суд бумагу о признании должника безвестно отсутствующим. У мужчины аннулируются все документы, удостоверяющие личность. Долг за него маме с ребенком выплачивает государство. Пособие такое же, как при потере кормильца. А когда мужчина обнаружит, что документ у него, по сути, недействительный, в первом же паспортном столе ему предъявят сразу два долга. Один по алиментам, другой государству. И тут уже особо не побегаешь. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».